Мы с Овеном Стефаном знакомы несколько месяцев, мы мои друзья, но за эти месяцы ощущение, что это прошли года и тысячелетия. Насколько Овен самобытный, неповторимый человек и универсальный, и интеллектуально развитый, и духовно просветленный, скажем так. Расскажи, пожалуйста, Овен, кто ты, откуда, родом, и чем ты занимаешься. Я думаю, всем будет интересно это узнать. Благодарю. Вопрос неоднозначный. Давайте я буду отвечать дважды на каждый вопрос. Наверное, будет иметь смысл отвечать с позиции просто человека, имеющего там какие-то анкетные данные, прописку и все остальное прочее. И человек, который действительно живет осознанно, отвечая за каждый свой вдох-выдох. Я родился в самом сердце Украины, на родине практически нашего Кабзоля Великого Тараса Григорьевича Шевченко на Черкачине. И очень благодарен этой земле за то, что она была в моей жизни, за то, что были эти сосны, эта река, этот песок, эти люди. Без этого, наверное, не было бы меня таким, которым бы я был. Не было бы тех поступков, которые я совершал и повторил бы их, наверное, сейчас, может быть, несколько более глубоко осознаваемыми. Потому что каждая радость осталась радостью, каждая боль сделала меня сильнее. И на самом деле я воплотил такую свою детскую мечту. Еще в 7 лет я заявил о том, что я хочу быть журналистом. Это был советский советский. И, конечно же, как многие из нас, пошел туда, куда сказали родители. Ну, инженером я так и не стал, потому что мне было неинтересно. На первом курсе я уже помогал делать дипломы. Поэтому это было как-то так скучно. И, в конечном итоге, пройдя бизнес, как многие из нас, я вошел в журналистику абсолютно неожиданно для себя. Прошел очень многие ежедневные издания. Часто бывал, это было из очень известных ежедневных газет на Николаевиче, в том числе. У меня был вотчин на юг Украины. Она у меня такая очень теплая вся эта земля. И я здесь много ходил и пользовался командировками, непроверно говоря, с тем, чтобы погулять. Пешком, много километров. Очень быстро сделал партнер, пошел очень удобно. А потом, когда я взял ответственность за свою жизнь на себя, пришлось издавать журнал самому. Ну, это было элитное издание в Украине, и оно малоизвестное, потому что оно ходило в очень низких кругах. Я, наверное, бы выстроил грестящую карьеру политическую, если бы принял ее. Но так как я ее не принял, то вариантов было несколько. Лечь и умереть, что я, в общем-то, эффективно начал делать. Или жить, но жить немножко по-другому, выполняя свои предназначения. И здесь вот начинается вторая часть, о которой я говорил. То есть фактически я пришел сюда, как говорят многие такие. То есть первое посещение у меня было в три года. Второе в семь. Следующее в 14, в 21. У меня уже была группа учеников, с которыми я работал. Но я от этого всего эффективно отказался, пошел в бизнес. И вынужден был вернуться в духовную работу через исцеление себя. Потому что себя я уже практически был уничтожен в этот момент, издавая этот журнал, обслуживая политическую и финансовую элиты страны в этот момент. Поэтому я благодарен судьбе за то, что так произошло. Себе за то, что я так решил. И тем знаниям, которые вернулись ко мне в жизнь, которые помогают мне эффективно помогать другим. На сегодняшний день у меня ученики по всему миру. Мы работаем мы, в том числе, на планетарном уровне, с матушкой планетой, с теми процессами, которые происходят на планете, в том числе эффективно влияя на события, которые происходят. То есть, ну, здесь уже большая площадь. И, в том числе, сложился наш путь и по Украине, в первую очередь, и по другим местам. Ну, об этом, наверное, мы подробнее поговорим потом, а так, для первого понимания, кто здесь. Ну, об этом, наверное.